Продолжаем наши уроки по 40 хадисам о правах Господа миров. Пройдёмся вкратце, иншаллах, потому что мы брали на прошлом уроке, мы говорили, что средства или причины или меры, которые предпринимает человек, они бывают у нас двух видов религии. Кто скажет, какие? Бытовые и шарядские. Бытовые, как, допустим, мы знаем, что огонь является средством того, что происходит пожар, к примеру, что-то загорается и так далее. Или, допустим, что одеяло является средством того, чтобы человек согрелся, к примеру, и так далее. И мы также говорили, что вот эти бытовые средства, либо средства, которые в физическом мире у нас есть, физические средства, либо причины, они не работают сами по себе. То есть они, Аллах Субхан Аталия, делают так, что необходимо несколько причин, которые объединяются вместе и происходит какое-то дело. То есть это так, как Аллах Субхан Аталия создал этот физический мир. Вы также говорили, что, чтобы использовать вот эти вот бытовые средства, бытовые причины, есть два условия. Есть два условия. Кто-то помнит эти два условия? Так, чтобы все эти причины соединились в одно время и в то же время другие факторы, из-за которых это может не произойти, отсутствует. Нет, это то вообще, как причины работают. То есть вы сейчас сказали «барок, в фигу, все осмотрели». Тут вопрос стоит такой, то есть есть причины какие-то? То есть есть какие-то причины, либо средства? Дозволено нам использовать это средство для достижения нашей цели или недозволено? То есть, дозволено нам использовать эту причину или недозволено? Есть два условия дозволенности от использования этих средств. Первое, мы говорили, что это средство было мубах, то есть дозволенное, чтобы оно было не запретное. Допустим, мы знаем, что воровство, мы говорили, пример приводили, является средством для обогащения. Но это запретное средство, Аллах смотри, запретил воровство. И второе, мы говорили, чтобы это средство действительно было у нас подтверждено. То есть на практике, к примеру, что это действительно, это средство является действующим. Или же, допустим, специалисты в той или иной области об этом высказываются, к примеру, у врачей, когда речь идет о медицине. Зачастую речь идет о медицине Аллахом. Также мы говорили, что люди поделились в отношении вот этих вот средств на несколько течений. Одни сказали, что средства сами по себе влияют. В арабском, и на арабском языке есть это движение, называются таба-и-юн. От слова таби-я, от слова естество. Слова валя на русском, как можно сказать. То есть, что они зациклены на вот этом естественном, материальном. Там огонь, вода, там земля, вот это все стихии, так скажем. То есть, они считают, что вот эти вот средства, вот эти причины сами по себе, так скажем, влияют, оказывают влияние на вселенную, на окружающую и так далее. Без воли Аллаху, и это является, мы говорили, что является большим щирком. Потому что это наделение вот этих вот средств, вот этих причин качествами господства, рубубии. Второе, мы говорили, это те люди, которые отрицают средства вообще. В том смысле, что они отрицают влияние средств, да. Мы говорили, что они, у них идеология, которая называется легкотиран. Легкотиран это соединение, да, одновременное совпадение чего-то с чем-то. То есть, они говорят, допустим, мы пример приводили с огнем. То есть, любой разумный человек скажет, что огонь является причиной возгорания, да. Но у них какие-то философские свои там измышления, они говорят, нет, огонь не является причиной возгорания. То есть, огонь соединяется, говорят, с каким-то материалом. И в этот момент, это называется легкотиран, это соединение, хорошо. И в этот момент Аллаху создает возгорание вот этого. То есть, как уже сказал, какие-то философские у них свои измышления. И третья группа, это агрессу на вальдяма, которые подтверждают те средства, которые у нас есть с средствами в шариате и в быту. Однако мы, то есть, что агрессу на вальдяма, говорят, что эти средства, они приносят пользу. То есть, действуют только с воли Аллаха, субхану гуматали. То есть, если Аллах это пожелает. Мы это все прекрасно знаем, все это прекрасно на практике. Они прочувствовали, что сколько бы ты средств, сколько бы ты мер не предпринимал. Если Аллах, субхану гуматали, не пожелает, то ты не достигнешь того, что ты желаешь. А если, бывает и наоборот. То есть, ты практически ничего не делаешь, но Аллах, субхану гуматали, делать так, что ты достигаешь того, чего ты хочешь по воле Аллаху, субхану гуматали. Однако, это не призыв, конечно, к оставлению средств. Это у нас узаконено шариатом. В любом случае. Также мы говорили, что использование средств бывает в нескольких видах. На примере именно тамаин, на примере именно амулетов мы говорили, используя средства. В первом случае это будет мало-многобожие. Когда использование амулетов будет мало-многобожиим? Скажем. Если Аллах не сделает этой причиной, и человек не сделает этой причиной, и верит в то, что эта причина помогает, но с позволением Аллаха. Правильно. То есть, что, когда человек, как сказал брат, убежден, что это причина, хотя на самом деле этой причиной не является. Как, допустим, амулет, камушек какой-то повесил человек, глазик повесил, да, хорошо. Он думает, что Аллах, субхану гуматали, помогает ему через этот камушек. Однако Аллах, смотря, не сделал этой причиной. Это будет малым-многобожиим. И мы говорили в разнице о большином-малом-многобожием, что малым-многобожиим не выводит человека из религии, что не делает четным его деяния и так далее. На предыдущих уроках мы об этом говорили. Второе. Второе, это когда это является большим-многобожиим. Кто скажет, когда это является большим-многобожиим? В случае, когда человек считает, что данная вещь или амулет сама по себе приносит какое-то благо, ее отзаберегает еще. Да, баракалфикум, подхаларикум. То есть, это когда, как сказал брат, что люди убеждены, что сама по себе оказывает влияние, без воли Аллах. И мы также говорили о подвешивании Кур'ана в качестве амулетов. Мы говорили, что единогласно, что это не является многобожиим. То есть, если там действительно только Кур'ан, либо же имена Аллах смотрят и так далее, то это не является многобожиим единогласно. Мы говорили, что разногласия у салифов были о том, является ли это дозволенным или нет. И мы склонились к тому, что это является запретным. Но в любом случае, что мы говорим, что это не является многобожиим, люди это должны понимать. Потому что многие, к сожалению, путают эти понятия. Хотя, в действительности, как мы говорили, что на сегодняшний день, если это амулет купленный, то ты не найдешь практически, чтобы этот амулет там был только в Уран. Зачастую там какие-то символы тоже есть. Дальше мы говорили про рука. Рука, то есть, руке, то есть, заклинания, либо слова, какие-то поминания, ласпанты и так далее, которые человек использует, допустим, для исцеления и так далее. Мы говорили, что есть два вида руке. Есть запрещенные руке и есть узаконенные руке. И вот запрещенные руке, кто вспомнит, что такое, что в себя заключает запрещенные руке, запрещенные заклинания? То, в чем присутствуют элементы многобожие, является запретным. И вот, как брат сказал, что некоторые ученые добавляют сюда еще что, то, что не является непонятным, потому что это может быть многобожие, мало-то, наверное, ты не знаешь, какие-то непонятные, да, высказывания, какие-то буквы не связанные и так далее, слова. Поэтому, как передается Муслим, что пророк сказал, Нет проблем в использовании этой руке, если в ней нет ширка многобожия. И мы говорили, что есть дозволенные, узаконенные. Узаконенные это то руке, во-первых, что была понятная речь. То есть, ясные они какие-то непонятные высказывания, непонятные слова, неконятные буквы какие-то, да. И некоторые ученые добавляют еще что? Чтобы это было из речи Аллаха, Субхану Ху-Та'аля, либо же Его имена и качества. То есть, они говорят, что обычными словами тогда нельзя, то есть, эти ученые говорят, да. И что мы сказали, что человек должен быть убежден в том, что это является причиной, что это является средством. То есть, это не является то, что влияет само по себе. Человек, когда ему делать в руке, он должен понимать, что он должен уплывать на Аллаху Субхану Ху-Та'аля, что это лишь средство. И если Аллах Субхану Ху-Та'аля пожелает, оно принесет пользу.